Создайте вместе с нами целый гардероб удобной одежды, стильные шорты, в которых можно ходить на работу, встречаться с друзьями или вечером отдохнуть с семьей, и теплый кардиган – отличное решение для осени. На курс кардиган из Ладена моделирование и пошив предоставляется скидка 20% до конца октября и скидка 40% при приобретении полного комплекта курсов шорты 3 в 1. При единоразовой покупке всех блоков комплекта курсов шорты 3 в 1 действует скидка 30%. До конца октября на курсы по пошиву рубашек действует скидка 25%. Добрый день, вы на канале модной практики. Напоминаем, что у нас видео выходит каждый день. Сегодня мы снова говорим о юбке четырех клинке. Почему я об этом говорю? Потому что возникают вопросы. Я вам показала, как очень быстро, без заморочек, построить юбку четырех клинку. И я ее одела на себя, она на мне идеально легла, она уже отшивается в ателье. Я ее буду одевать как нижнюю юбку, а может быть, даже иногда и как просто юбка, если мне нужна будет юбка из джерси под какой-то джемпер или свитер или что-то еще. Прекрасная юбка, отлично сидит. И я думаю, что вы все уже прошли эту тему, как быстро и без заморочек построить вот такой вот клин. Но не у всех же такая идеальная фигура, как у меня. Просто все ровненько и красивенько. Бывают же люди с узкой талией, поэтому бывают очень большая сумма вытачек. Сейчас мы с вами рассмотрим вариант, когда... Примерный вариант. Нам не на кого мерить. Просто я вот так вот взяла, и с вами все это построено бумаги. Кроить и мерить мы не будем, но мы рассмотрим этот вариант, когда... Допустим, окружность талии 86, а окружность бедер 116. О чем это говорит? Это говорит о том, что на полном обхвате разница 30 сантиметров. На полуобхвате это будет 15 сантиметров. Так вот, 15 сантиметров разницы вы не сможете убрать 4 шва. Это будут вот просто аж вот такие швы у вас. Поэтому сейчас мы рассмотрим в этот вариант. Я поделюсь с вами мыслями, которые у меня не взяты из литературы, из книг или из интернета. Это вот лично мои разработки, которые я постоянно делюсь с вами. Также точно мы сейчас рассмотрим эту юбку, потому что ну часто встречающийся вариант с большой суммой вытачек. Что хочу сказать? При такой большой суммой вытачек меньше проблем, когда вы будете кроить 6-ти клинку, 8-ти клинку, 10-ти клинку, 12-ти клинку и так далее. В каждый шовчик будет уходить понемножечку. А когда у вас всего 4 шва, возникают сложности. Вот об этих сложностях сейчас мы с вами и будем говорить. Итак, у нас ну абстрактная фигура, окружность талии 86, окружность бедра 116, длина неважна, ну возьмем примерно 75. Одна восьмая полной окружности нам понадобится при построении клина. Вот смотрите сюда. По талии 10,8, по бедрам 14,5. Посмотрите, какая разница. Это одна разница на пол клина. Если отнять, по-моему, 3,7 сантиметра. Это на пол клина. Это 7 с лишним сантиметров, допустим, на целом клине. Одна восьмая это половина клина одного четырех клинки. Поэтому я не считала одну вторую, одну четвертую и так далее. Я высчитала сразу одну восьмую. Одна восьмая у меня по талии 10,8. Одна восьмая у меня по бедрам 14,5. А сейчас начнем работать. Расчеты мне понадобятся. Смотрите сюда. Я подготовила бумагу сразу на два клина. Вот она у меня в два слоя. И еще складывается еще раз в два слоя. То есть это тот вариант, когда мы вот здесь уже не имеем права крыть один клин. Мы будем строить сразу два клина. Сначала они у нас будут идентичные. Просто почему я коснулась этой темы, я дала четырех клинку и прекрасно понимаю, что этот метод годится для такой идеальной фигуры, как у меня. Но не для всех. Как всегда отмечаем линию талии, линию бедер. Вы все свою линию бедер расстояние знаете. Я беру среднее примерно 18. Линия талии. Я беру от талии до бедер 18. Абсолютно средняя сумма. Бедра и линия низа. Ну, как мы примерно взяли 75. Вот этот сгиб у меня, сгиб бумажки вот здесь, это центр каждого клина, середина. Поэтому мы все и делили на 8 и будем работать с цифрами 1 восьмая. Все очень просто. Откладываем 10,8 на талии. Это наша 1 восьмая нашей талии. Откладываем 14,5 на бедрах. Это наша 1 восьмая. Откладываем по низу 14,5. И определяемся с раскрешением. Ну, примерно давайте возьмем 6-7 сантиметров. Я беру 6. Вот это расстояние равно вот этому расстоянию. А вот это, это уже наше раскрешение. Я надеюсь, вы все поняли, откуда взялись вот эти наши все точки. Теперь смотрите, от бедер до низа проводим боковой шов и подводим этот боковой шов вот, допустим, вот к этой нашей точке 10,8. И посмотрите, какая получилась линия. Ну, точно, явно это будет некрасиво. Поэтому по линии бедер мы прибавляем 1 сантиметр. И вот ставим точку 1. И вот к этой 1 мы выводим нашу вот эту вот линию. И сейчас я вырежу вот этот наш клин. И мы будем говорить дальше, что у нас получилось. Ну, я немножечко вот здесь миллиметров на 5, конечно, опускаю. Ну, нет, я пока ровно режу, потом по-другому сделаю. По низу вот этот вот участок. Здесь у нас ровно-ровно-ровно. Здесь пошло раскрешение на миллиметров 5 я поднимаю линию. Благодаря тому, что мы прибавили 1 сантиметр на 1,8, наша линия стала, ну, так сказать, более благородна. Если бы мы вообще ничего не прибавили, у нас очень странный был бы вид по центру береда. По центру береда не пошла бы такая линия, которая у нас прямо вот такая вот линия. Что мы имеем благодаря тому, что мы вот здесь прибавили сантиметр? Мы имеем более логичную вот эту линию. Просто если бы мы ее вывели сюда, может быть, она бы легла на центре спины. Но она бы никогда не легла на центре переда. Никогда. Вот теперь она более логичная. Но мы имеем некоторый избыток. Мы имеем на каждом клине 2 сантиметра, потому что это на половине клина мы имеем сантиметр. Если клин развернем, то у нас будет 2 сантиметра на одном клине. А у нас клинги в 4. Итак, мы имеем по линии талии 8 сантиметров лишних. 8 сантиметров излишек. Мы имеем сейчас по линии талии 8 сантиметров излишек. А теперь я клинги раскладываю. Мы работаем дальше. Конечно, я понимаю, что 6 клинги, 8 клинги и 12 клинги лучше кроить. Но дело в том, что иногда что-то быстро надо сделать. Зачем бы я себе кроила юбку из джерси столько клингов, когда вполне меня стоило 4 клина. И вообще 4 клинга хорошая юбка. Шов впереди держит форму, как бы режет пространство. Шов сзади не дает растягиваться юбке, но боковые швы, они, естественно, должны быть. Потому что 4 клинга хорошая юбка. Не будем ее как бы забрасывать давайте. А вот теперь перед нами пол юбки. Передняя часть и спинка. Теперь у нас вот тот шов, центр переда назовем его. А вот здесь мы обозначим центр спины. Ну и я хочу для такой большой фигуры немножечко снять вот этот верх к переду на нет. Потому что у нас все уже приобрело свое место. Вот это ясно, что бок переда передней полотнища, бок заднего полотнища. Ну вот так вот я немножечко снимаю, а вы будете снимать там сколько вам вот хочется. Вот сюда сантиметра на полтора кверху, к переду. Наша юбка определилась. У нас два передних клина, два задних клина. Уже мы определили, где у нас находится. Если просто в 4 клинке, мы вообще об этом не говорили, просто все клини одинаковые, сметали, одели в любом шве, делаем боковой, задней, молнией, все что угодно. То здесь немножечко не так. А вот теперь перед нами стоит вопрос. У нас 8 сантиметров полностью по кругу лишних. На одной второй, вот здесь на половине юбки, у нас излишек 4 сантиметра. Одна вторая излишков 4 сантиметра, потому что по кругу полностью 8. И что же нам делать с этими 4 сантиметрами? Рассказываю. Чтобы все забрать в центр спинки, у нас боковой шов идет сильно назад. Не можем все 4 забирать сюда. Поэтому с бокового шва передней половинки снимаем 1 сантиметр от бедер. Сейчас я скажу, как это сделать. Вот у нас линия бедер. И вот мы 1 сантиметр снимаем с бокового шва. Именно с бокового шва. Нам конструкция позволяет снимать отсюда. Нам конструкция не позволяет снимать отсюда, с центра переда. Тут будет мешок на животе. Он не нужен нам. 1 сантиметр мы сняли. Нам осталось 3 сантиметра. Что нам сделать с 3 сантиметрами? С 3 сантиметрами мы построим выточку на задней половинке. Посередине. Строим выточку. Но 12-13. У кого там какая фигура? Ну, я возьму 12. Вот такая вот выточечка. Прекрасная выточечка. Мы с вами прибавили 8 сантиметров по окружности. И потом нам надо было где-то их убрать. 1 сантиметр. 4 сантиметра мы получили излишки на половине юбки. Теперь наши клиния имеют свою центр переда, центр спины. Теперь это точно боковой шов. Это боковой шов. У нас будет 2 передних, 2 задних. И наши 4 сантиметра теперь мы убираем. Вот отсюда я убираю 1 сантиметр. Только плавно, 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 плавно. Не делайте такие линии, как палки. Когда такая большая сумма выточек, это говорит о том, что округлые бедра мы имеем. Вот здесь срезали 1 сантиметр. И 3 сантиметра я убираю отсюда. Вот наши 4 сантиметра. Но они у нас так расположены. Здесь будет объем на ягодицах. Боковой шов не затянется назад, потому что у нас... Вот здесь вот мы сняли немножечко. Ну, я хочу сказать, что это я взяла 15 сантиметров в сумму. Ну, это как бы уже экстремальная такая ситуация. Хотя я делала вещи, и 18 разница была на полуобхвате. Ну, когда у вас будет 12, 13, 14, 15, ну, все, что больше 10, вы можете воспользоваться вот этим методом. Потому что это даст очень хорошую посадку 4-х клинки. А так просто посадить 4-х клинку на фигуру с большой суммой выточек вам будет сложно. Поэтому я рада, что я как бы повернулась к этой теме. Я отдала 4-х клинку, успокоилась. Но мне внутренний дух подсказал, что надо поговорить еще и об этом. Поэтому вот мы сегодня поговорили еще и об этом. Как бы я думаю, что 4-х клинка нам нужна вообще круглый год. Не только зимой или не только летом. Как бы юбки могут быть двойные. Одеты из хлопка, наверх там из шифона. Не обязательно сейчас подкладки пришивать ко всем юбкам. А можно одну юбку носить круглый год на все времена. Ставьте лайки, делитесь нашими видео в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Приобретайте наши курсы и задавайте вопросы. Всего хорошего. С вами была я, Паук Штарина Михайловна, и вся наша команда.